Новоуральск открывает новые таланты. На широкую ноту. Под таким девизом в минувшие выходные прошла грандиозная битва хоров. 12 коллективов из подразделений Уральского электрохимического комбината соревновались в певческом и актерском мастерстве. А компетентная жюри во главе с генеральным директором комбината Александром Белоусовым выбрала абсолютного победителя битвы. Какой хор стал лучшим на нашем градообразующем предприятии, расскажет Альбина Бабкова. Репетиции до глубокой ночи в театре и школе искусств, пение «Дома для близких» и доведенное до отчаяния утренними и вечерними распевками соседи. Вот что предшествовало битве хоров Уральского электрохимического комбината. Грандиозное шоу прошло на одном дыхании, несмотря на то, что длилось почти 4 часа. Чувства наколены до предела, поскольку каждый коллектив был достоин победы. Каждый, как драгоценный камень, в общей копилке талантов ЛХК. Александр Леонидович, но у меня к вам один вопрос на самом старте. Поскольку действительно, как вы сказали, очень сложно будет оценивать участников, поэтому давайте сейчас в преддверии нашего соревнования, битвы хоров, вы просто обозначите, как вы оцените, или точнее охарактеризуете всех участников в одно слово. Ожидания генерального директора и по совместительству председателей жюри были выполнены на 100%. Получилось действительно круто. С самого первого выступления коллектива, главной бухгалтерии, продолжая цехом 19, переодетыми в детсадов со взрослыми, так талантливо перевоплотившись в детей, подхвачена хором на песню «Ой, мороз, мороз», продолжена выступлением королей и фрейлин. Мир поделён словом и добром, очень непросто в нём быть королём, и в этом мире бывает порой не разобраться, кто шут, кто король. Быть королём, шить подцом дом, утром война, а днём свет и вьём. Команда болельщиков встречала свои коллективы бурными овациями, плакатами и кричалками. В зале чувствовалась атмосфера единения. Среди выступающих не было конкурентов, но были друзья, часть единой дружной команды, которая решила покорить вершины музыкального Олимпа. И самое главное, им это удалось. И пусть коллективами занимались хормейстеры, хореографы театра и школы искусств, нельзя не отдать должное способностям вокалистов. Выводить такие замысловатые рулады под силу далеко не каждому. На любой стороне земли, тот, кто верит и тот, кто ждёт, И останется без любви, пусть минуты ведут отчёт. Сердце стук не даёт уснуть, а при воздухе так в речке будь. И условность теперь точь-точь, пусть всё сбудется в эту ночь. Пусть всё сбудется в эту ночь. Всё отлично, всё понравилось. Мы довольны своей работой. Конечно, не на все 100%, наверное. Но процентов, наверное, на 95 или 99 отработали. Волновались? Да, да, да. Оторвались, повеселились. Ну, волнительно, даже учитывая то, что есть некоторый опыт сценический. Каждое выступление – это всё равно определённое волнение. Это здорово, это драйв. И самое главное – это драйв потом сохранять и нести его и в работу, и в обычную жизнь. Я за себя болела, за бухгалтерию, за главную. Мы лучшие. Пожалуй, самая тяжёлая работа в этот вечер досталась жюри. Оно сошлось в единогласном мнении. Абсолютным победителем битвы стал сборный коллектив отдела управления персоналом. Есть как бы такое правило, да? Ну, типа того, что что храняешь, то имеешь. Правильно? Есть такое правило? Есть? Да. Ну, и так далее. Много таких есть поговорок, которые вот… Значит, хочешь победить – возглавь. Правильно? Я подложу всё к этой теме. Конечно же, коллектив, который… То есть, где родилась инициатива, где она была подготовлена, и она была, кстати, не просто там, типа, петь не умею, но люблю. То есть, такое тоже бывает. А это было сделано всё правильно, профессионально, массово, с задором. И я считаю, что это удобно, что всем это понравилось. Не буду вас томить. Победитель объявляю службу управления персоналом. Выше руки, друзья! Они представили на сцене настоящий мюзикл со сменой героев и покорили жюри не только талантами, но и массовостью, артистизмом и перевоплощением своих героев. Мы с ней дурочку найдём в старстве 30-х. Чтоб не бился каждый год, Новый год, ребята, пусть дорога не жила. Знаем без подсказок, что до трусы не езла. Мне нравятся скучные рыбки, весёлая трилютика. Понравилось без исключения всем присутствующим. А многие гости не ожидали, что родное предприятие так богато не только обогащённым ураном, но и настоящими вокальными талантами под стать оперным певцам. Очень понравилось, просто в восторге от всего происходящего. Такое настроение праздничное. Здорово, организаторам большое спасибо за такой праздник. Очень высокий уровень, очень понравилось. То есть неожиданно, что у нас на комбинате столько талантов. Замечательно. За кого болели? Ну, я болел за 16-й отдел. Очень впечатляет, интересно, зажигательно, весело. Очень понравилось выступление 18-го отдела, 19-го цеха. Просто они молодцы. Очень понравилось. Очень позитивно, весело, энергично. Очень-очень хорошее представление. Вообще круто. Вот самое слово такое вот, круто. Первый блин получился прекрасным, теплым и удивительно гармоничным. У кого-то из гостей даже возникла идея провести битву хоров теперь на городском уровне. А почему бы и нет? Сотрудники УХК доказали нам вчера, что талантливый человек талантлив во всем. Ему под силу взять любые вершины искусства, превратить обычный воскресный вечер в сказку. Потому, где всех народов, коллег, соседей и друзей, Спешим поздравить с Новым годом всей главной улицей своей. Спешим поздравить с Новым годом всей главной улицей своей. С Новым годом! Альбина Бабкова, Дмитрий Зидюхин, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Альбина Бабкова, Дмитрий Зидюхин, Иван Вахмяков.